Эвиной. Не для детей. Сегодня мы добавим немного прогрессивной перчинки в нашу любимую клубничку. Напрягайте большие пальчики и жмите в колокольчике вашей послушной сиси. Это топ-5 самых женственных трапов. Белокожая и нежная молодая особа Элла Холливуд родилась 19 сентября 1999 в жарком Лос-Анджелесе. Подросткам она начинала как веб-модель, выкладывая проникновенные фото и гифы на тамблере. В конце 2018 в свои 19 лет она впервые снялась соло для Груби. За недолгие два года карьеры Элла снялась в более чем 50 фильмах и все с сональными сценами. В 2020 году Мисс Голливуд получила множество номинаций, среди которых лучший транс-исполнитель и лучшая транс-групповуха. В свободное от работы время она охотно общается с поклонниками в социальных сетях и играет в видеоигры. Знойная брюнетка с мексиканскими корнями Шанель Сантини родилась 7 января 1998 в любимом городе учителей химии Альбокерке в Нью-Мексико. Она в юности начала свой переход и две недели спустя после окончания школы Шанель переезжает в Лас-Вегас, пробуя себя в качестве эротической фотомодели. В 2016 году на выставке AVN ей заинтересовался продюсер Груби, пригласивший ее на порно-съемку. 18-летняя Шанель поразила всех своим горячим темпераментом и сочным телом и уже в 2018 году получила титул «Транссексуальный исполнитель года» на X-Biz Award, а также три номинации AVN. 2019 год принес девушке три победы на AVN и X-Biz. Одна из самых востребованных трансзвезд Натали Марс родилась 3 февраля 1984 в Форт Лодердейл во Флориде. В отличие от предыдущих барышней, Натали чувствовала дискомфорт в мужском 168-сантиметровом теле на протяжении многих лет и начала свой переход довольно поздно. Однако, спустя пару процедур и операций, ее женское начало, такое естественное и возбуждающее, не оставило и намека на мужские исходные данные. За исключением, конечно же, одного очаровательного нюанса. В порнофильмах дебютировала в далеком 2015-м, когда ей был 31 год. Она была множество раз номинирована на различные награды, а также имеет 4 победы на Transgender Erotica Awards. Калифорника Дэйзи Тейлор появилась на свет в теле мальчика 28 мая 1998 года в Лос-Анджелесе. О жизни до дебюта в порноиндустрии почти ничего не известно. В ее первой сцене, снятой для сайта компании Groovy TS Casting Couch.com, в декабре 2018-го, 20-летняя Дэйзи выглядела самым настоящим ангелочком с наливными округлостями и темными длинными волосами. В 2019 году она коротко подстриглась, что только еще больше убедило публику в ее естественной женственности. В 2020-м она получила свои первые номинации AVN Awards, среди которых и лучший транссексуальный артист года, а ее карьера насчитывает более 80 нетленок. Настоящий секс-символ и практически эталон классической порно-актрисы, татуированная блондинка с торчащей грудью Обри Кейт, родилась 7 ноября 1992-го в Лас-Вегасе. В 17 лет начала гормональный процесс. Во время поступления в университет она стала подрабатывать как транстанцор в различных клубах. В один из таких вечеров ее и приметил продюсер компании King.com. В 2013 году, когда Обри было 20, она начала сниматься в сольных порно-роликах. На сегодняшний день у нее более 100 активных и пассивных ролей. У красотки аж 19 наград, последней из которых досталась ей за роль высшего разума в пародии на Капитан Марвел Акселя Брауна на премии AVN в 2020 году. На сегодня это все сюрпризы. Надеюсь, вы не ощутили себя в ловушке, посмотрев это горячее видео. А с вами была цисгендерная Эви. Бай-бай!